Четыре года назад в этом зале я прочитал доклад «Бестопливные энергетические технологии, новый мировой порядок и судьба современной цивилизации». Там я попытался показать, что без немедленного принятия планов развития новых энергетических технологий, таких как бестопливная энергетика и холодно-ядерный синтез, нас в ближайшем будущем ждет глобальная война за ресурсы, экологическая катастрофа и мир перейдет к построению фашистского нового мирового порядка с уничтожением миллиардов лишних людей. Какова была реакция на этот доклад наших борцов с лженаукой? Они обозвали автора доклада сумасшедшим проходимцем, мразью опасной и другими подобными эпитетами, а также устроили ему неприятности на работе. Это типичные методы работы борцов с лженаукой. А что произошло за прошедшие четыре года? Появились сотни новых высокоэффективных устройств бестопливной энергетики, десятки новых устройств холодного ядерного синтеза. За развитие новых технологий выступил ряд политических и общественных деятелей в США, Европе и России, но среди них не было ни одного, подчеркиваю, ни одного представителя академической науки. Ясно, что препятствием для развития таких технологий является представление современных физиков, основанное на квантово-релятивистской теории. В Российской Академии Наук за последние годы появился лишь один человек, выступивший против теории относительности. Это академик Демирчан, 28-го года рождения. Но его работы в сети основательно зачистили. По мнению такого авторитетного политического деятеля, как Линдон Ларуш, Трагические события на Украине – это начало активной фазы Третьей мировой войны. Десятки тысяч погибших, сотни тысяч беженцев и полномасштабный геноцид населения Малороссии. А какова главная причина этой трагедии? В 2013 году президент Якуб Янукович подписал соглашение с компанией «Шелл» на разработку месторождений сланцевого газа в Днепропетровской и Харьковской областях, а с компанией «Шеврон» на добычу сланцевого газа во Львовской области. Месяц назад с сенсационным заявлением выступил итальянский политический деятель Джульетта Кьеза. По его словам, ему в руки попались секретные соглашения между президентом Януковичем и компанией «Шелл» и «Шеврон» от января 2014 года. По этим соглашениям компаниям «Шелл» и «Шеврон» в аренду на 50 лет отдаются обширные районы Донецкой и Луганских областей, где предполагается начать добычу сланцевого газа. Более того, по этим соглашениям правительство Украины должно обеспечить выезд местного населения из этих областей. Надо сказать, что добыча сланцевого газа – дело очень экологически грязное. Компания «Шелл» является собственностью группы Ротшильдов, «Шеврон» – собственностью группы Рокфеллеров. Иными словами, обширные территории Малороссии уже поделены между финансовыми империями Ротшильдов и Рокфеллеров. Поэтому война – это выполнение этих самых соглашений, которые заключил Янукович. Но мог ли Янукович, хоть это и человек с криминальным прошлым, продать свою родину, а Янукович – урожденец Донецкой области? У меня насчет этого есть сомнения. И вот почему. Начиная с февраля нам показывают не Януковича, а совсем другого человека, на него похожего. Справа – фотография Януковича 2013 года, слева – фотография человека, похожего на Януковича, который вещает на конференциях, на пресс-конференциях. А если это так, то наверняка соглашение с компаниями «Шелл» и «Шеврон» подписывал не Янукович, а его двойник. Тогда соглашение с этими компаниями не имеет никакой силы. А как реагирует наша Академия наук на безумную программу мирового правительства по добыче сланцевого газа? А никак. А вот с альтернативными энергетическими и экологически чистыми технологиями Академия наук развернула настоящую войну. Один из самых громких примеров – травля изобретателя Виктора Петрика. Можно по-разному относиться к деятельности Петрика, но нельзя отрицать того, что он выдающийся ученый и изобретатель. Кроме того, организатор производства. Кроме всего прочего, Петрик продемонстрировал вечный двигатель на магнитном подвесе. Таких двигателей в настоящее время уже множество. И графеновый преобразователь тепла в электричество. Явно нарушающие ограничения второго начала термодинамики. Что вызвало особую ярость академиков. Вряд ли такие устройства Петрика могут обеспечить отопление коттеджа или квартиры. Но вот освещение и работу электроники в квартире такие агрегаты вполне могут обеспечить. Чего же хотят наши академики, чтобы Россия окончательно превратила сырьевую колонию с уничтожением коренного населения? К сожалению, именно так. Против борцов. Академики выступают против борцов с генномодифицированными организмами. Против борцов с пьянством. Против борцов с наркотизацией населения. Против борцов с развратом. Поддерживают идею чипизации населения. Поддерживают программу «Детство 2030» по превращению наших детей в чипизированных роботов. Комиссия по борьбе с жалонаукой была создана на базе Российского гуманистического общества. И члены этой комиссии поддерживают гуманистический манифест 2000. А это программа нового мирового порядка со всеми ужасными вещами, которые описал Коллиман в своей книге «Комитет 300». То есть это поддержка однополых браков, эвтаназии, абортов, сокращение населения, уничтожение религиозных и нравственных ценностей и так далее. На самом деле это фашистская программа. Следует указать и на нацистские высказывания организатора комиссии академика Гинсбурга. Так в передаче Шустера «Свобода слова» он сказал следующее. «Это теперь наша страна, а вы русские, убирайтесь отсюда». А нынешний председатель комиссии приравнивает высказывания против теории относительности к антисемитизму. То есть научный вопрос переводится в рамки межнациональных взаимоотношений. Откуда все это? Дело в том, что Российское гуманистическое общество – организация масонская и пропагандирует масонские ценности. А что такое масонство? Нам пытаются внушить, что это некая этико-просветительская организация, которая в настоящее время выродилась и превратилась в клубы по интересам. Это полная неправда. На самом деле, если раньше масонство контролировало власть, то в настоящее время масонство стало самой властью. Теперь без масонства не стать ни членом кабинета министров, ни главой крупной компании, ни нобелевским лауреатом. А теперь структура масонства. Это официальный документ, принятый на Совете 33-70-е годы. Так, по этой структуре масонство – это прежде всего Всемирная Церковь Люцифера. Каждый год на алтарях масонских крамах приносят в жертву Люциферу десятки тысяч детей. Эти данные не запретны. Они есть во многих книгах, и в том числе в фильме «Империя сатаны», много раз показанном на центральном телевидении. Но эти данные пытаются замалчивать. Так, совсем недавно книга Владимира Ивановича Дали про ритуальное убийство попала в список экстремистской литературы. А вот известные политики и общественные деятели, которые показывают знак рогатого бога Люцифера. Пожалуйста, посмотрите ролик, чтобы понять масштабы бедствия. Хиллари Клинтон тоже была там, да? Вот что означает, что на вершине этой всемирной церкви стоит Люцифер? К сожалению, то, что происходит в современном мире, это не просто безумие, а это плод нечеловеческого интеллекта, нечеловеческой жестокости и нечеловеческого цинизма. В мире осуществляется план Люцифера, главы инфернальной паразитической цивилизации. Чтобы понять, как осуществляется этот план и кем он был сделан, рассмотрим следующую табличку. Итак, это основные источники, в которых был продиктован план Люцифера. Итак, первый источник – это книги пророков Даниила, Эзекииля и других. Пророков, часть из них вошла, вторую часть – нет. Вот, если анализировать, то оказывается, что все эти источники были продиктованы каббалистам в результате инфернального контакта. То есть, либо они записывали голоса, которые им слышались, либо непосредственно их рука выводила тексты. Следующий источник – Тора. Программа захвата власти на земле левитами. Прежде всего, эта программа обозначена в книге «Левит» и во второзаконии. Следующий источник – Лурианская каббала и другие каббалистические книги. Без сомнения можно сказать, что каббала – это самое страшное учение в истории человечества, которое привело к жертвам, исчисляемым сотнями миллионов. Дело в том, что каббала является не только нацистским учением, она еще уравнивает правду и ложь, уравнивает зло и добро. Следующий источник – Апокалипсис. Это компиляция книг пророков. Книга эта появилась гораздо позже. Следующий источник – Средневековые гримуары и книга Гаэтия. Эти источники появились в результате инфернальных контактов с демонами. Следующий план нового мирового порядка Джона Ди. Сейчас я немножко возвращусь к первому источнику книга пророка Даниила. Эту книгу расшифровал Ньютон. И по плану Ньютона осуществлялось в течение практически трех столетий все, что Ньютон написал в этой расшифровке. Прежде всего, план трех мировых войн, план призыва евреев к возвращению в Палестину, создание сионистской организации 1897 год, план Холокоста, то есть жертвоприношения на 40-е годы, и план создания государства в Палестине. Ньютон обозначил его 48-м годом. Так и было сделано. То есть план, обозначенный Исааком Ньютоном, который был навигатором приората Сиона, четко выполнял самосонство. Несмотря на то, что произошло сильное смещение в летоисчислении. Следующий источник планного мирового порядка Джона Ди. Джон Ди был предшественником Ньютона в масонском ордене Англии. В просуде дела он был главой масонов Англии того времени и одновременно тайным агентом королевы, который подписывался псевдонимом 007. Бонн был основателем секретных служб Ми-5 и Ми-6. С помощью хрустального шара он ходил в контакт с демонами, с этой инфернальной цивилизацией и задиктовывал то, что ему диктовал непосредственно Люцифер. Записывал. Так появился план нового мирового порядка. По этому плану необходимо было в ближайшее время переместить корону Израиля в Лондон, что и было сделано. А дальше развивать колонии Англии в количестве 49 штук по всему миру, что также было сделано. Следующий план. План баварских иллюминатов. Новый завет сатаны и их развитие. Сионские протоколы. Это сатанинские программы, которые тоже возникли в результате контакта с инфернальным миром. Следующий источник. Книга. Любовище с кефхасидов. Танья. Ужасный материал, который говорит о том, в чем состоит истинный план Люцифера. Истинный план Люцифера состоит в том, чтобы осталось всего 600 тысяч еврейских душ, которые в результате глобальной войны должны погибнуть вместе со всем населением Земли. Кроме того, должна исчезнуть сама биологическая жизнь на планете Земля. Вот в чем состоит истинный план Люцифера. Следующий план. План черного папы масонства Альберта Пайка. Трех мировых войн и революции в России. Этот план, как утверждал Пайк ему, продиктовал непосредственно Люцифер в ходе контакта Пайка с инфернальным миром после принятия наркотических средств. Следующий план изложен в произведениях Балавадской, Алисы Белли и других авторов движения New Age. Это план замены христианства люциферианской религии New Age. Следующий план. Произведения Алистера Кроули. Новые разработки в практике сатанизма. Кстати, Алистер Кроули – это дед по матери президента США Джорджа Бужа-младшего. Произведение Рериха в план замены христианства в первую очередь православия Люциферианской Агни-Йогой. Следующее произведение и речи Гитлера. Надо сказать, что Гитлер по своему происхождению является внуком австрийского банкира Соломона Ротшильда. Он правнук основателей династии Ротшильдов. В 1932 году Гитлер вошел в контакт с инфернальным миром и заключил союз с Люцифером с помощью крови. По этому договору ему власть давалась на 15 лет. После этого соглашения Гитлер получил нечеловеческие возможности. Когда он начинал свои речи, он входил в состояние транса, изменялся его голос, и он начинал воспроизводить то, что ему диктовали голоса. Диктовали они ему всякую ерунду, но, несмотря на это, десятки тысяч людей, которые его слушали, входили в состояние транса. Надо еще сказать о том, что в 1944 году Гитлер начал проект возрождения Третьего Рейха, когда он понял, что Советский Союз одержит победу. В чем состояла эта программа? В том, что замораживало спермы руководителей Третьего Рейха, то есть Гитлера, Геббельса, Бормана и других представителей черной аристократии, и этой спермы, и затем оплодотворялись арийские женщины. И то, что недавно были оглашены материалы бывших агентов штази о том, что Ангела Меркель является продуктом такой программы, по-видимому, правда. Ангела Меркель действительно похожа на Гитлера. А к чему это привело в Германии? К тому, что сейчас в Германии почти 80% мэров гомосексуалисты. Это генетическая особенность черной аристократии. Следующее. План Даллеса, масона 33-го градуса, практикующего сатаниста. О нем всем известно. Планы нового мирового порядка Гербета Уэльса и Бертона Рассела, членов комитета 300. Рассел был истинным творцом строящегося теперь нового мирового порядка. Надо сказать, что Рассел был ближайшим другом Эйнштейна, и вместе с Эйнштейном они писали статьи о том, как строить новый мировой порядок. В то время Рассел с Эйнштейном предполагали, что необходимо уничтожить две трети населения Земли. Теперь аппетиты мировой элиты возросли очень сильно. Они предполагают сократить как минимум 90%. Следующее произведение Збигнева Бжезинского, идеолога Ру Ордена Бнайбрид, практикующего сатаниста. Следующее. Гарвардский и Хьюстонский проекты. И следующее интервью и высказывание Генри Кинсержера, истинного главы Ордена Бнайбрид, практикующего сатаниста. Итак, вот в чем состоит план Люцифера, и в чем состоит цель масонства. Выполнение плана Люцифера, который возник в результате контакта с инфернальным миром. Следующая ступенька Ротшильды, которые узурпировали власть в масонстве в начале 19 века. А к началу 20 века их абсолютная власть масонства была зафиксирована документально. Дальше идет Совет 13. Это 13 правящих моровых семей во главе с Ротшильдами. А спрашивается, где здесь Рокфеллеры? А вот они входят в Совет 13. И на самом деле Рокфеллеры подчинены семейству Ротшильдов, но выполняют особую роль. Они руководят американскими сефардами. В Америке очень велика роль сефардов, в отличие от Израиля и России. И именно политика Рокфеллеров и ложи в Найбрид определяет глобальные интересы США. Следующий Совет 33. Это собственно масонская структура, которая определяет работу масонства как церкви Люцифера. Следующий Клуб 500. Это расширенный состав комитета 300, поскольку некоторые семьи представляются двумя или тремя делегатами. Следующий Орден Бнайбрид. Еврейские ордены, созданные в середине 19 века. Теперь власть Бнайбрид и над всем миром стала почти абсолютной. Бнайбрид имеет представительство почти во всех крупных городах мира. Истинным руководителем Бнайбрид уже более 30 лет является Генри Киссинджер. Его заместителем и руководителем по идеологии является Збигнев Бжезинский. Киссинджер контролирует в Америке республиканцев, бжезинских демократов. Вот так осуществляется власть масонства в Соединенных Штатах. Ну а дальше масонские структуры, которые всем известны. И в самом низу гуманизм. Все социальные возможности. А российское... Как попал туда коммунизм? Как попал о коммунизм? Это отдельный разговор. Надо сказать о том, что Маркс и Энгельс были членами гомосексуальной секты под названием Церковь Сатаны. Которая финансировалась непосредственно Ротшильдами. Кроме того, можно сказать, что и коммунизм, и либерализм это два направления сатанизма. Это тоже специальная тема, о которой можно много говорить. Но сейчас я остановлюсь вот на этой последней, самой низкой ступенечке. Так вот, российское гуманистическое общество – это низовая масонская структура. Но дело в том, что ее создатель, академик Гинсбург, являлся одновременно членом Бнайбрита и одновременно основателем сионистского движения в СССР, которое возникло при Горбачеве. Теперь несколько слов о сионизме. Как был создан сионизм? Сионизм был профинансировал непосредственно Ротшильдами, но его главой стал случайный человек, журналисток Теодор Герцель. Сионистов того времени совершенно не устраивало то, что проводил Эдмунд Ротшильд, глава иллюминатов того времени в Палестине. Когда они пришли с делегации к Ротшильду с недовольством по поводу того, что творится в Палестине, он сказал следующее. Это моя земля, что хочу, то и делаю. До сих пор большая часть территории Израиля принадлежит семейству Ротшильдов. А теперь поговорю немножко о событиях, которые произошли после 2010 года. Итак, вспомнили, 4 года назад мы здесь заседали, была жуткая жара. Через неделю она стала практически невыносимой. Что произошло? С помощью геофизического оружия над Россией был установлен сильнейший антициклон. И состоялась попытка государственного переворота в Москве. В это время путем выпуска ядовитых газов. Попытка была предотвращена нашими силовыми структурами. 11 марта 2011 года произошла атака на Японию в виде цунами. Эта атака была сделана специально. Причем министр финансов Японии Токинако несколько раз шантажировался президентом Израиля на Таньягу. Который утверждал, что если вы не будете выполнять то, что требуют мировые финансовые организации, то Япония будет наказана. Что и произошло. А что случилось в то время в Японии? В Японии с 2008 года был налажен выпуск мотоцикла на магнитном двигателе. Мотоцикл Сумо. Одно колесо у этого автомобиля питается обычным электродвигателем, а второе магнитным двигателем. Такой мотоцикл оказался экономичнее обычного бензинового мотоцикла примерно в 30 раз. Значит, в Японии произошла революция в автомобилестроении. Фирма Toyota решила начать производство автомобилей на таких двигателях. В результате цунами произошло разрушение всех головных предприятий Toyota. Кроме того, была специально организована диверсия на АЭС в Фокусиме. Дело в том, что АЭС в Фокусиме охранялась частной израильской фирмой. И было доказано, что само цунами не могло вызвать такие сильные разрушения. Значит, все было организовано специально, как и в случае чернобыльской диверсии. 25 сентября 2011 года к Земле приблизилась комета Еленина. А за два дня до этого по всем средствам массовой информации было раскручено сообщение об измерении сверхсветовой скорости нейтрином. А через два дня вся мировая элита, включая президентов, членов парламента, отправилась в бункер аэропорта Денвера, о чем я рассказывал. Значит, чего боялось масонство? Боялось пророчество индейцев Коппи, которые говорили, что должен наступить конец света. И зачем была разглашена новость о сверхсветовых нейтринах? А затем, что масонство поняло, что если произойдет такая катастрофа, нарушится работа мировой энергосистемы и придется переходить на новые технологии. Но население уже будет уменьшено в несколько раз, и можно будет начать развивать бестопливные технологии, что запрещено теорией относительности. Но никакой катастрофы не произошло, и элите пришлось идти на попятную. Результаты исследователя Эридитата по измерению сверхсветовой скорости нейтрина были объявлены ошибочными. Было сказано, что результатом ошибки являлось плохое соединение оптического кабеля. Глупость, потому что такие же результаты были получены на других установках за три года до этого. А 4 июля этого же года было провозглашено открытие частицы Бога. 4 июля – это священный день для всего масонства, день независимости. А через год это так называемое открытие было отмечено Нобелевской премией. 13 января 2012 года произошла попытка создания крупнейшего кораблекрушения. Гигантский лайнер «Коста-Конкорде» поплыл на скалы острова Козлика в Средиземном море. В результате он получил сильную пробоину и должен был бы затонуть. Но по случайности он зацепился за рифы круто погружающегося в море берега и остался в таком положении. В результате погибло всего 30 чем-то человек вместо 4000 запланированных. Наши туристы, которые были на этом корабле, говорили о том, что им закрыли специально двери в коридоре. Такое же было в свое время на «Титанике». Гибель «Титаника» — это тоже каббалистическое жертвоприношение, которое хотели сделать перед началом Первой мировой войны. Здесь тоже такое же каббалистическое жертвоприношение. Но оно не получилось в результате того, что корабль зацепился за рифы, а наши российские туристы выломили двери, и все люди выплыли в море. А когда они оказались на берегу острова Козлика, то обнаружили там тысячи пластиковых пакетов для трупов. То есть жертвоприношение заранее готовилось. Но практически не состоялось. 13 марта 2012 года к власти был приведен последний по масонским пророчествам 257-й римский папа, который по их планам должен благословить мирового правителя Антихриста. 7 июля, ввиду того, что жертвоприношение Коста Конкордии не получилось, было совершено новое чудовищное преступление — это затопление Крымска. Сценарий был точно тот же самый, что в Чернобыле, что при создании акта 9.11. Тот же самый, что произошел при затоплении Новой Орлеаны, и тот же самый, что произошел при попытке взрыва Сайна-Шушинской ГЭС. Сначала идет откликающий маневр в виде применения геофизического оружия или какого-то другого акта, а дальше открываются шлюзы или делается взрыв. Вот так же произошло и в Крымске. Это жертвоприношение было принесено в пост 17-го Томуза, устанавливающего в память о несчастьях евреев, установленного в память о несчастьях евреев в конце потопа. 15 июля 2013 года в небе появляется так называемый Челябинский болид. Что-то такое было до сих пор непонятно, но самое страшное, что траектория этого болида была направлена точно на комбинат «Маяк» вблизи Челябинска, где практически в открытом виде хранилось примерно 500 тонн оружейного урана и несколько десятков тонн оружейного плутония. Если бы болид взорвался вблизи комбината «Маяк», то радиоактивное загрязнение накрыло бы весь Урал и значительную часть Сибири и европейской части России. То есть Россия разделилась бы на две части, потому что расчет показывает, что даже проехать на поезде по Транссибирской магистрали по этой территории было бы невозможно. В 2013 году произошел срыв плана развития Третьей мировой войны через Сирию, которую хотели делать американцы. Срыв произошел благодаря президентам Ассаду и президенту Путину. В декабре 2013 года к нам пришло известие из Лондона о том, что королеве якобы осталось жить всего полгода. И по желанию королевы она хочет сделать наследником вовсе не своего сына, принца Чарльза, а принца Уильяма. Для обывателя этот вопрос кажется неважным, но на самом деле от вопроса о том, кто станет королем Великобритании, зависит все будущее человечества. То есть было сказано, что план прихода Антихриста в 2015 году пока не отменяется. Несмотря на то, что этот план предусматривал развязывание ядерной войны уже в 2012 году. План этот был сорван, но видите, программа прихода к власти Антихриста, по-видимому, будет форсироваться. Это мы увидим в ближайшем будущем. Сейчас закончу. Весной 2013 года началась гражданская война на Украине. Программа развертывания этой войны была изложена в так называемой программе 7-го Любавического Рэбби Менахина Менделя Шнерсона еще от 1994 года. Эта программа согласована с гарвардским и хьюстонским проектами. Нам говорят, что это фальшивка, но на самом деле можете посмотреть эту программу и убедиться, как пунктуально выполняются ее планы. По этой программе предполагалось развязать гражданскую войну на Украине с последующим выселением русских и других славян с территории Украины и строительством на месте Украины огромной новой Хазарии. Но план этот был практически сорван при соединении России к Крыму. А за осуществление этого плана отвечает губернатор Днепропетровска Коломойский, который является практически главным финансистом и финансовым лидером Хабата. Банк Коломойского «Приват» в России называют также банком Хабата. Так, в Украине происходит столкновение нескольких могущественных группировок. Первая группировка – это Хабат, которая хочет построить на территории Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Одесской областей, а также Крыма, Новую Хазарию. Куда предполагается переселить примерно 300 тысяч хасидов из Соединенных Штатов. Но этот план был сорван при соединении Крыма к России. Следующая могущественная сила – это Соединенные Штаты. На самом деле, это планы Ордена Бнайбрид, главой которого является Киссинджер. По плану Киссинджера, к 1920 году Израиль должен быть уничтожен. На месте Израиля должен быть шиитский халифат. Израильские ашкеназы должны быть в значительной степени принесены в жертву Люциферу. Но значительная часть оставшихся ашкеназов должна быть переселена в так называемую Новую Крымскую Калифорнию. Для этого, по планам Бнайбрид, предполагается построить новое еврейское государство на территории Крыма и побережья Северного Кавказа. Но для этого нужно построить мост через Керченский пролив. Следующий – это план Израиля. План Израиля оглашается различными политиками Израиля. Эти планы разные, но в той или иной степени они предполагают строительство Большого Израиля на территории практически всей Украины и части России. Следующий план – Китай. Мало кто знает, что в Китае находится самая крупная еврейская диаспора в мире. Примерно 30 миллионов. Фактически сейчас в Китае хозяйничают Ротшильда, несмотря на то, что китайцы сохранили память о геноциде, который устроили Ротшильды, сосуны и подобные им семейства во время опиумных войн. Но тем не менее, по планам Ротшильдов, мир должен быть переведен на золотой юань. Для этого Ротшильда перевели в Китай, в Гонконг, огромное количество золота. Ну и над всеми этими, кроме того, надо сказать, что Китай предполагает использовать новую хазарию, предполагаемую, в качестве перевалочного пункта. То есть будет новый шелковый путь из Китая через хазарию в Европу, как это было в средние века и ранее того. И, наконец, над всеми этими зловещими планами стоят, собственно, верхушка иллюминатов Ротшильда и Рокфеллера, которые тихой сапой просто скупили Восточную Украину. Такое же произошло в свое время и с территории Израиля. И последнее событие, о котором мы знали, это крушение Боинга 777. Так вот, что это такое? 777 – одно из самых магических чисел в Кабале. Можете по этому поводу почитать книгу Алистера Кроули, книга 777. Кто виновен в этом новом каббалистическом жертвоприношении? А виновен тот, кто ввел самолет на территорию военных действий, где полеты были запрещены. А ввел самолет на территорию военных действий – аэропорт Днепропетровска. Аэропорт Днепропетровска является частной собственностью Коломойского. Все понятно, да? Значит, это очередное каббалистическое жертвоприношение, сделанное Коломойским вместе с украинскими хаббатниками. Какой выход может быть из сложившейся трагической ситуации? А выход только один – биться за Малороссию. Иначе, если Малороссия потерпит поражение в этой войне с Хиевской кунтой, то следующим объектом нападения будет Крым, ну и затем Россия. И война превратится в глобальную, затронет и Ближний Восток, и Европу. Ну, а глобальный выход состоит в том, чтобы Россия со своими союзниками попыталась выйти из проекта строительства нового мирового проекта. Нового мирового порядка. И постепенно бы, несмотря на все препятствия, чинимые академической наукой и олигархатом, стало переходить на бестопливные энергетические технологии и технологии холодного ядерного синтеза. В противном случае самоуничтожение человечества неизбежно. Спасибо за внимание. Вот наверху всего этого дела находится Святан Астадий Юцифер. Значит, это что такое? Какая-то группа или какой-то человек, и вообще, так сказать, то есть, и чего вообще, в принципе, предполагается? Вот построена громадная, так сказать, пирамида. Исполнительская. Это исполнитель. Где-то есть законодатель, да? Есть законодатель. Так, все, чего он хочет. Вот давайте разберемся. Значит, в интернете широко распространен так называемый термин глобального предиктора. Слышали об этом, да? Так вот, что нам говорят об этом глобальном предикторе? Якобы, это некая группа лиц во главе с Ротшильдами. Ну, на самом деле, это так называемый... Это одно и то же, вверх, вверх. Объясняю, объясняю. На самом деле... Тише, товарищ. Ротшильды, Рокфеллеры и их ближайшие родственники являются всего лишь исполнителями этой программы. То есть, глобальным предиктором они являются только в тактическом смысле. Стратегическим глобальным предиктором является Люцифер, хотя этого не хотят признать, скажем, кобовцам. Кто таков? Это одновременно и некая эфирная сущность, и одновременно эгрегор, который сформовался в результате поклонения огромного количества сплоченного общества масонского вокруг этой фигуры. То есть, это одновременно и личность, и эгрегор. Сейчас трудно сказать, как происходят все эти ритуалы. Они, например, описаны в книгах Алистера Кроули, описаны в книге Гаэтия, как можно с помощью каббалистических ритуалов входить в контакт с демонами. Но каналы получения информации от этих динамических сил – это прежде всего голоса, которые слышат люди, это автоматическое письмо, иногда это информация, получаемая во сне. Но в целом, каждый масон, начиная с 33 степени, начиная с 33 градуса, должен стать контактером. Без своих успехов в деле контакта с инфернальным миром 33 градуса он не получит. Вот такова система масонства. Это же нематериальная сущность? Да. Ну как бы существует добро. Нет, 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 нет. Существует. Еще не хватало. Это чисто энергетическое. Что такое добро, что такое зло? Что для меня добро, для вас может оказаться злом. И наоборот. Да, это понятие. Понятие классное. Вопросы. Можно вопрос? Информационное энергетическое существо. У меня два вопроса. Можно даже и третий задать. Значит, первое. Вы назвали масонами Маркса, Энглеса, да и Ленина называли, так сказать, куплено Германией. Но я читал информацию о том, что это, так сказать, фальшивка английской разведки. Не могла ли эта фальшивка перейти в информацию, которую вы озвучили? Теперь второй вопрос. Давайте попробуем ответить. Давай, пошлушно. Значит, насчет Ленина. Слухи о том, что Ленин был масоном, противоречивы. А кто был масонами? Февральскую революцию совершило масонство шотландского обряда во главе с Керенским. Хотя Керенский был на самом деле евреем. Но дальше инициативу перехватило Бнайбритовское масонство. Оно не просто еврейское, оно левитское. Вот все основные люди, которые стояли за Троцким, по происхождению левиты. Это кто такие? Они считают себя непосредственно потомками люциферами. Есть суиты? Левиты. Левиты иконы, почитайте. Духовная дьявольская каста. Каста, каста, да. Что касается... Есть суиты, суиты. Что касается Ленина. Мы сейчас говорим об энергии. Квот, Ленин решил бороться с масонством. И на одном заседании ЦК он предложил исключить всех масонов из ЦК. Что произошло с ним после этого, вы, наверное, знаете. Он оказался в горках под надзором иностранных врачей. Ну, где его быстренько довели до кондиции. А вот Сталин продолжил борьбу с масонством уже административными методами и очень успешно. Постепенно он исключил из членов ЦК почти всех масонов. Вот что сделал Сталин. Ну, понятно. Теперь второй вопрос. Есть информация в интернете, что Боинг-777 был ненастоящим. Что там были трупы, и он летел в автопилоте. Вы что по этому вопросу скажете? Исходя из той информации, которая есть от родственников погибших, крушение было настоящим. Еще раз хочу сказать, что это был акт каббалистического жертвоприношения. Так же, как, впрочем, так же, как и акт сожжения Дома профсоюзов в Одессе. Так же каббалистический акт, устроенный людьми Коломойского и мэра Одессы Гурвица. Ну и последний вопрос. Вот лично вы занимались, так сказать, или соприкасались с контактерством, изучали этот вопрос более подробный или нет? Потому что человек, который не соприкасался, может говорить или то, что написано где-то там в каких-то книгах. Дело в том, что если человек входит в контакт с такими инфернальными сущностями дьявольского происхождения, то он становится их рабом. Поэтому я бы никому не рекомендовал начинать такую практику. Человек, который начинает такую практику, уже не может от этого освободиться. Я с вами согласен, но не совсем, потому что на тонком плане есть и положительная, и отрицательная сущность. Разумеется, но тут нужна высокая квалификация. Это зависит от уровня, который у человека есть. Если он в высоком уровне, он будет с высокими общаться, а низкого он будет с низкими. Но дело в том, что если он общается с такими людьми, которые занимаются, скажем, детскими жертвоприношениями, педофилией и так далее, это все спутники всего этого высшего масонства. То он войдет в контакт именно с такими сущностями. Еще вопросы? Вы как физик, ученый, как технарь, в конце концов, грубо говоря, верите в связь людей с реальным, с инфернальным миром, ну, фактически с тем светом, каком-то там н-ном измерении? Или же так вы воспринимаете... Это тоже физика, только более высокопорядка. Да, ну... Я не вас скажу, профессия. Физика, можно сказать, более высокопорядка, 21-го, 22-го порядка. Меня интересует ответ Саля, как ученый, уважаю ему, вот так, и как физика. А всякие байки там, которые мы тысячи слышали. Я считаю, что тонкий мир – это дело очень сложное. И само явление жизни, оно неразрывно связано с тонким миром. Вот такой факт. Для построения, скажем, тела насекомого, я не говорю о человеке и млекопитающем, требуется объем информации, который превосходит генетический объем информации по разным оценкам, примерно на 20 порядков. Поэтому само явление жизни неразрывно связано с тонким миром. Вопрос этот очень слабо изучен. Но вы должны понимать, что у каждого человека, скажем, есть ангелы-хранители, да? Каждый человек так или иначе входит в контакт с этим миром. Но дело в том, что дело это обычно неосознанно. А что касается высшего масонства, то оно непосредственно контактировать с так называемыми силами мирового зла, да? Я подчеркиваю, что это абсолютное зло. Здесь не может быть никаких альтернатив. Вопрос. Цель этих сил именно принесение в жертву человечества, захват их душ и полное уничтожение жизни на земле. Потому что это паразиты, это паразитические инфермальные существа. Вопрос можно? Вы приводите схему масонской иерархической пирамиды. А альтернатива у вас есть? Дело в том, что эта система строилась в течение практических двух тысячелетий. У этих людей практически все мировые финансы, все средства образования, наука, образование. Фармацевтика. В том числе фармацевтика, да. Вы знаете, основной источник доходов вот всех этих людей, знаете какой? Ну, это первый источник дохода, это печатание денег непосредственно. Второй источник дохода, это что? Энергоресурсы, нефть и газ. Третий источник какой? Наркотики. Четвертое оружие, пятый фармацевтика. Так что фармацевтика играет значительную роль, да. А положительной, альтернативной вот такой лестницы пирамиды нет? Положительная программа есть. Посмотрите, пожалуйста, как освещается, скажем, разными группами, такими, скажем, как внутренний предиктор СССР, так сказать, программа построения альтернативной системы, альтернативной глобализации. Такие программы есть. Я сейчас не хочу об них подробно говорить, но такие программы действительно есть. Но по сравнению вот с той программой, которую осуществляет инфернальная цивилизация Люцифера, конечно, для того, чтобы эти программы могли конкурировать с такой программой, нужно, необходимо, широкое освещение этой темы в прессе, что достичь практически невозможно в настоящее время. То есть пока люди не понимают, что происходит в мире, они будут себя вести как подопытные кролики. Спасибо. Так, кто там вопрос? Вот, если докладчик позволит, я буквально две реплики в дополнение к докладу. Значит, об уничтожении коренного населения России докладчик говорил. Значит, вот я обращу внимание, не знаю, обращали кто-то из вас или нет, но страна Россия, по определению страна русская, но даже слово русский, ни одного раза не употреблено в Конституции, в основном законе. Конституция писалась не в России, она была спущена из Америки нам в лихие 90-е годы. Так вот даже слово русский там не употребляется. Это Конституция многонационального государства. Да, да. И второе, очень часто вы слышите и по теленовостям, и в газетах читаете, когда наши высшие государственные деятели произносят, что Россия страна многонациональная. Это ложь. Самая наглая, натуральная, явная ложь, открытая ложь. Существует два общепризнанных, международных термина. Страна, любая страна может быть или многонациональной, или мононациональной. Так вот, страна является мононациональной в том случае, когда две трети, свыше двух третей населения являются представителями одной национальности. По последним данным нашей переписи населения в стране, в России, 83-85, там по разным данным разнятся немножко, процентов населения были выявлены как русские. Значит, страна не много, а мононациональная. Ну, очень скоро она станет много национальной. Вопросик, вопросик. Как, пожалуйста. Может ли быть такое, что люди, не зная того, являются членами этого масонства, либо анти... вот этих самых... анти-людей. Так, ну вот, что касается нижних этажей масонской пирамиды, то я могу сказать, что, как и в любой организации, в таких организациях полно приличных людей. Скажем, полно приличных людей в майтийском ордене. Но что касается того, если мы будем подниматься вверх по этой лестнице, то туда пропускаются лица определенных наклонностей. Прежде всего, это всего склонность к гомосексуализму, к педофилии. Хотя бы скрытая. И затем склонность к совершению моральных поступков. Если у человека нет моральных принципов, он пойдет дальше вверх по этой пирамиде. Конечно, случаются проколы. Иногда наверха этой пирамиды попадают приличные люди, которые маскируются. Но это случается очень редко. Потому что, если человек начинает входить в контакт с инфернальным миром, то он становится его рабом. И здесь уже ничего не сделать. Классовый подход. Заканчиваем на этом. Классовый подход. Классовый. Значит, скажу так. Я считаю, классовый подход, который развивали Маркс с Энгельсом, очень вредным для развития общества. Который привел к огромному количеству жертв. Он неправильный. Он неправильный. Но, тем не менее, конечно, нужно делить людей на созидателей и на разрушителей. На производителей и паразитов. Это безусловно. Поэтому вот такой классовый подход я приветствую. Можно это все попросить еще? У Петровой работы тут? Ну, генерала Петрова вы имеете в виду? Ну, я очень, так сказать, положительно отношусь к деятельности Петрова, безусловно. Он умер лет пять назад, да? Да. Понятно. Ну, вот женщины еще и все. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы Ерихов сюда? В главном онской прожиле? Ну, могу объяснить, могу сослаться на книгу «Сатанизм для интеллигенции». Теперь Ганимова Андрея Кураева можете почитать. Огромная книга, там все это подробно объяснено. Главная трагедия Рериха в том, что они начали входить в контакт с этим инфернальным миром. Так же, как и Балавадской. Несмотря на то, что они действительно были по своему происхождению русскими православными людьми, но когда они стали входить в контакт с инфернальным миром, то они полностью стали рабами Ротшильдов. Это факт. Ну, можете почитать о том, что Рерих, например, получил огромные деньги за эскиз доллара США. Рерих был масоном 33-го градуса. Так что он был контактером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова